У меня в рюкзаке всегда лежит рулон фольги. На донышке. Я покажу, как предотвратить эту неприятность. Неприятность эту мы переживём. Итак, тепло в нашей необъятной всё теплее и теплее. Почки на деревьях набухают, травка зеленеет, а 1 мая теперь у нас уже сродни с новогодними праздниками, аж на 10 дней отдыха без перерыва. Я бы, конечно, здесь мог ставить свою прошлогоднюю песню про картошку и напомнить о великой беде. На будущий год сажать картошку, на будущий год её копать, и все снова здесь и год, как прошлый. Хотя договор был не сажать. Но делать я этого, конечно, не буду. Потому что мужик сказал, мужик сделал. Тем более во всём надо видеть только лучшее, даже если там присутствуют картофельно-посадочные дела. И именно поэтому любителям шашлыка и лесных походов нещадно повезло. Ставь лайк, если ты, как я, тоже ближе к шашлыку, нежели к лесным походам. Но если ты за лесные походы, всё равно ставь лайк. Зря, что ли, я потратил 10 секунд нашего времени на примитивный байт на лайки. Но и в связи с этим, в связи с праздниками, Такой оставить без внимания я просто не мог. Ведь на каждое действие есть противодействие. Как и у Первого канала, собственно, есть советы по выживанию в лесных условиях. Некоторые из которых вы уже видели в моих прошлых видосянах. И сегодня, в преддверии этого 10-дневного счастья, нам сегодня обязательно стоит устроить ликбез и ознакомиться с новыми советами и лайфхаками от Первого канала по выживанию своими глазами. И знаете что? Вот вам первая проблема. Во время лесной прогулки пошёл дождь. Есть вероятность промочить ноги. Промочить ноги. В лесу. В котором капли дождя сначала оседают на ветках и листьях деревьев, а после падают на землю, которая их в себя по большей части и впитывает. А что? Звучит реалистично. Пошёл погулять в лес и утонул. Спасите! Это вам не городской асфальт с лужами и отсутствующими ливнёвками. Дождь в лесу – это ещё та неприятность. Я покажу, как предотвратить эту неприятность. И сперва-наперва, видимо, сядем-ка на этот мокрый пенёчек, даже не подложив надетый на себя дождевичок. А что? Во время дождя промокает только же ноги? Что нам делать до какой-то мокрой зопы? Зопы. Зопа. Зопа. Но дождевик-таки я всё равно напялю. А то мало ли, вдруг прогулка по лесу, а там дождь. Снимаем ботинки. Надеваем на носок полиэтиленовый пакет. Заворачиваем края и обуваемся. Ведь пакет, надетый на носок, защищает от промокания весь кроссовок, не правда ли? Гениально. Но дождевик я под кофтой и футболку надевать не стану. Теперь даже если обувь промокнет, ноги останутся сухими. А факт соприкосновения ног с холодной обувью мы, видимо, вертели на ручки, которые и писали этот прекрасный сценарий. Но даже если это и не так, мне кажется, на ручки всё равно кого-то там вертели. Такие сценарии, знаете ли, просто так не рождаются. Если дождь сильный или нужно перейти в брод ручей, берём плотный пакет и надеваем прямо на обувь. Сверху, края ботинок, перематываем липкой лентой. Так, стоп. То есть воспользоваться методом, при котором обувь точно не промокнет всё это время, было можно? Но не нужно, ведь хитростей-то теперь на одну больше. Теперь можно смело перебираться через грязные лужи. Ну вот мы и добрались до привала. Ну а мы с вами добрались до самой интересной части этого совета. Поскольку, мало того, среди всех, кто смотрит это видео, мы вряд ли найдём того, кто, гуляя по лесу, за каким-то макаром переходит ручей в брод, если по лесу вообще кто-то гуляет. Так ещё и сам лайфхак с пакетом мгновенно и бесповоротно терпит фиаско. Да, немного промокли ботинки и ноги. Сначала мы засунем ноги в целлофановый пакет, затем напялим пакеты для мусора, а потом скажем, что всё это не работает, поскольку пакеты могли порваться. Ведь пакеты могли порваться. И это без малого чистая победа. Но если вы всё-таки промокли, то не отчаивайтесь. Решение-то есть. Если запасных носков нет, снимаем мокрые. И перематываем ноги туалетной бумагой. Ну а чтобы было совсем хорошо. Сверху одеваем полиэтиленовый пакет. Который мы надевали на ногу минуту назад, утверждая, что он нас избавит от промокания. Ну а самое, пожалуй, главное. Теперь можно смело одевать даже сурую обувь. Ноги останутся сухими и в тепле. Ведь бумага его хорошо сохраняет. При всём при том, что в прошлый раз этот способ, как мы могли заметить, явно не помог. А знаете, что самое смешное? Да, есть ещё самое смешное. Перед гулянием в лесу этот мастер выживания уже напялил дождевик. Заранее положил в рюкзак скотч, чёрный пакет для мусора, целлофановый пакет, пакет-майку, туалетную бумагу. Но так и не надел долбаные резиновые сапоги. Что является, по-моему, самым главным советом человеку, который собирается ходить по-мокрому. Если идёшь туда, где будет сыро, грязно-мокро и впереди ждёт ручей, который необходимо проходить через брод, просто надень долбаные резиновые сапоги. Ты там не обалдел весь совет портить, тупой ты блогер? Ну, вообще-то обалдел. Да хранят в меня лайки тех людей, которые смотрят мои видосы. Спасибо. И вы не простудитесь. А если есть время высушить ботинки, насыпаем носки, тёплые угольки из костра и засовываем в ботинки. Так они высохнут быстрее. А знаете, как высушить ботинки ещё быстрее? Сейчас, Михалыч, две минуты, всё подсохнет. Ток ногу в бумаге в костёр, не суй, а то нога сгорится. И меня одного смущает момент, когда выживальщик пришёл на привал и начал сушить ботинки углями от костра. А ничего, что там сыро и дождь, от которого мы пытаемся спасти наши мокрые ноги. Костёр-то там у вас откуда? Но мастер-выживальщик где-то умудрился найти уголь от костра, который ещё и как по заказу остыл до нужной температуры, чтобы не прожечь носок. Нет, с этим лесом там явно чё-то не так. Вам бы специалиста туда хорошего. А то мало ли. Вы пошли в лес ночёвкой и обнаружили, что вода закончилась. Господи, какие люди, я думаю, эта встреча больше никогда не настанет. Но когда заканчивается вода, это да, грустненькая. Как она резко может закончиться? Окей, воспримем как данность. На ближайшего ручья несколько километров. Идти к нему. Нет сил. Нет сил, но вы каким-то образом умудрились сходить в лес с ночёвкой. Ну что ж, вполне логично. Например, когда у меня нет сил, то я бегаю вокруг дома, делаю 300 приседаний за час и поднимаю девятиэтажный дом. Но не переживайте, обычно всё намного веселее. Просто я немножко устал. Попробуем излечь воду из-под земли. Ну подумаешь, вместо того, чтобы идти пару километров за водой, проще вырыть колодец и достать воду оттуда. Где лофта? Нет, колодец мы рыть не будем. Обойдёмся небольшим углублением. И ни в коем случае не отправимся домой. Выживать так выживать. Нарываем травы, кладём на дно ямы, отрезаем верхнюю часть от нашей незаменимой бутылочки. Судя по всему, из которой вода и пропала. И нижнюю её часть ставим на траву в яме, затянув поверхность пищевой плёнкой, закрепив её камнями. Из травы будет выходить влага, собираться на плёнке конденсатом, стекать в самопроизвольную тару. И мы спасены. Ну... почти. Воды, конечно, будет немного на донышке. Но если вы оставите конструкцию на ночь, результат будет гораздо лучше. Только что пить весь день и как справляться с обезвоживанием? Никак. Просто подождать сутки, когда соберётся стакан воды, ведь нахождение в лесу гораздо важнее какого-то здоровья и безопасности жизнедеятельности. Собранной утренней росы вполне хватит, чтобы утолить жажду и двигаться дальше. Двигаться дальше, когда у вас нет сил добраться до ближайшей воды. Чтобы после очередного привала вновь ждать сутки, чтобы попить немножечко водички. И мне одному непонятна необходимость двигаться куда-то непонятно куда дальше, если в твоих планах в принципе появились внезапные изменения, ставящие под угрозу твою жизнедеятельность. Может, стоит двигаться к воде или к цивилизации? Нет? И да, я понимаю, что выживальщикам в дикой природе порой приходится справляться и не с таким. Но давайте серьёзно. Даже я, не являясь выживальщиком, при просмотре этого совета уже задался вопросом. А что, даже при всём желании, не уходя из своего похода во время дня, нельзя выкопать 10-15 ямок сразу одновременно для того, чтобы максимально увеличить запас воды и сэкономить кучу времени? Ну, как бы, можно. Только вот давайте об этом совете ничего говорить не будем. Это всё-таки лишний хронометраж, подводки снимать. Всё равно эти советы никто не смотрит и уж тем более никто не пользуется. Поэтому расскажем очередную шаблонную тривиальную фигню и дело в шляпе. Погода в лесу очень переменчива. Утром, когда выходил из дома, было жарко, а после обеда подул сильный ветер и резко похолодало. А что? Погода в лесу? Погода в лесу очень переменчива. Ну вот, блин, 30 лет прожил и сегодня только узнал, что в лесу отдельная погода. А в лес скафандр случайно не нужен, а то мало ли, там может и атмосфера нет, коль погода другая. Утром вот было жарко, а вот сейчас стало холодно. Жиза. Особенно, когда у тебя нет рук, чтобы погуглить погоду на сегодня. Зато есть руки, чтобы написать комментарий под видосом и получить стикеры, как автора этих комментариев. Пиши мне ВК, если выиграл и не забудь. Ээээ... Забыл. На такой экстренный случай у меня в рюкзаке всегда лежит рулон фольги. Ну мало ли, вдруг в лесу захочется приготовить запеченную курицу в духовке, а фольги нет. Вообще-то неудобно. Фольга отличный согревающий материал. А, пардон. А то я все о еде, да о еде. Вы, наверное, сейчас будете в... Попросите спутника обмотать вас ей. Эээ... Что? Нет, я все понимаю, что собираю коллекцию кринжовых странных и дурацких советов. Но вы не можете так сделать просто на серьезных щах. Нет. Ну что, я пошел. Твою ж мать. Земляне, я пришел с миром. Да. Вместо того, чтобы иметь при себе кофту или куртку, лучше и удобнее просто обмотаться фольгой. А если у вас спутника нет, то тут, видимо, только скорая. Третьего не дано. И не вздумайте брать с собой кофту. Зря, что ли, первый канал советы для нас снимает. Такой костюм немного ограничивает движение. А, то есть это все, что вас смущает в данном наряде, да? Да и выглядеть в нем вы будете немного странно. Немного. Совсем чуть-чуть. Самую капельку. Зато не замерзнете. Сильные заявления. А зимой, интересно, такая фигня прокатит? А то, знаете ли, все эти пуховики и куртки. Но проверять мы это, конечно, не будем. На улице лето. Дожечек, правда, иногда. Но лето. Еще не хватало, чтобы РЕН-ТВ кто-нибудь вызвал. А то приедут, откроют новый вид рептилоидов и встречайте еще миллион выпусков про конец света. Но извините, контент. Спасибо нам, прошлого миллиона выпусков хватило. Да что ты с ним мелочишься? Я выстрелил ты в него из лазера, пока никто не видит. В фольге очень тепло. Я даже немного вспотел. А вот если бы еще поверх всего этого укутался пленкой и дождевичком... Ммм, это был бы самый кайф. Но кто ж знал, что выходя из дома, можно посмотреть прогноз погоды и взять с собой не только фольгу, но и парочку пакетов, так сказать, для уверенности. Поход я всегда беру строительные мешки для мусора. Они могут пригодиться в совершенно разных ситуациях. Во, о чем я и говорил. Но давайте-таки отложим это до следующего выпуска. Только на канале колокольчик не забудьте включить, чтобы видос не пропустить. И не забывайте поддерживать видосяны лайком, писать комментарий и подписываться, если еще не подписан. А с вами, как всегда, был Джеймс Алоун. Сегодня был Туристический. Увидимся. Два. Один. Пли. О-оу. Пью.